Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Любовь Матюшонок. Я представляю районный издательский дом «Шклов.Инфо». И у меня следующий вопрос. Знаю, что в своё время вы хотели стать журналистом и носили свои статьи в Шкловский районку зимой пешком за 15 километров. Расскажите, о чём вы писали тогда, и если бы представилась такая возможность, о чём бы вы написали сегодня? Спасибо. Ну, во-первых, я статьи не носил. Было хуже. Я носил свои стихи. И тогда руководителем был, по-моему, Антипенко, Леонид Михайлович. Был такой. Он так посмотрел мои стихи. И не знаю, благодарить его за это или нет. Говорит, ну, какие это стихи? Это же проза в стихах. Я обратно эти 15 километров шёл пешком. Это была правда. И мне так было обидно. По железной дороге шёл. Сейчас думаю, хорошо, что под поезд не попал тогда. Я подумал там, вот если бы юнкоровское было движение в те времена, то я точно бы стал журналистом. Не знаю только, хорошо это было бы или плохо. Потому что потом, возможно, параллельно мои приоритеты шли. Но потом точно я определился с ними. И мне пришлось учиться экономике на другом факультете, в другом вузе. Поэтому, наверное, я и не стоялся бы как журналист. Точно так, как лектор там или историк и так далее. Поэтому носил стихи. Писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны. Была в районке тогда колонка, где помещали эти стихи. Я читал стихи и думал, ну, наверное, и мои стихи могут здесь поместить. Но сейчас думаешь, какой амбициозный был человек, чтобы идти 15 километров и унести какие-то стихи. Я пытаюсь их найти сейчас. Со старшего сына. Вот ты-то посмотри, где они будут, наверное, дома. Тетрадка моя сохранилась. Я хранил их долго. Но потом перестал писать стихи. Сегодня я бы уже не написал. Как и музыкой не смог бы заниматься. Вот я часто вам говорю, делайте все вовремя. Сейчас тем достаточно и опыт позволяет. А стихи бы не написал. Почему? Потому что голова забита другими проблемами. И если у тебя в голове нет этой музыки, которую ты хочешь там сотворить, или нет этой темы, которую ты хочешь написать, или она есть, но тебя отвлекают другие, ты уже это не сделаешь. Поэтому все надо делать вовремя. Что касается, что бы я написал, но я точно бы критиковал недостатки. Я точно боролся бы против недостаток. Я бы не пасовал там ни перед какими авторитетами, как я и делал всю свою жизнь. В том числе и в этом зале. А о чем бы я писал, ну, точно то, что нас окружает и то, что на пользу людям. Я ведь почему в сельское хозяйство попал? С детства я видел недостатки сельской жизни. И самое тяжелое для меня было. Мать работала обычным товарищем, там, коров доила, и я вместе с ней. И я видел вот эти трудности, сложности и массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить. Мне казалось, что там, в деревне, этих недостатков больше всего. Поэтому, поломав всю свою жизнь, я ушел в деревню. И не жален. Вот об этом я бы тоже писал. Но очень вас прошу, чтобы вы не мирились с недостатками. Но делали это очень аккуратно. Потому что грязюки налить на кого-то и самому на себя очень просто. Ну, это делают и без нас уже. Зачем нам еще себя поливать грязью, особенно сейчас? Мы же умные люди. Правильно здесь говорили. Нам бы страну не потерять. Нам надо защитить и удержать страну. Сохранить ее суверенитет и независимость. Это главное. Если кто-то думает, что, ну, а что там? Ну, придут там поляки или еще кто-то. Нам будет лучше. Слушайте, потеряете свою страну, лучше не будет. Это уже вам мой совет. Лучше не будет. Как бы ни было сложно, вы должны стоять на своей земле. На своем клочке этой земли. Вот вы и пишите то, что сохранит, но обязательно не терпеть недостатки. Это самое главное.